О! Ну, наверное, внимательно Я хочу взять Для стороны, чтобы вас свет не заглушал Иначе ничего не слышит Можно я... Пожалуйста! Потому что я плохо слышу, мне удобнее так А какое ухо слышу? Вот это мое Давай сюда Согласен У меня левое ухо У меня повреждение физическое там проткнутое Значит, о цели поездки сначала Повторю, кто не знает Мы называем его миссионерской Благовестической миссией Большой подвижкой к этому Служат и слова патриархи Кирилла Он говорит Дали свободу, храмы открылись Народ хлынул И батюшки думали, так всегда и будет Но прошло время, сектанты Обсоятельства расхитили храмы пустые Итак, меняйте тактику Выходите на распутье дорог Ищите И об этом говорит Андрей Кураев Это газета литературная Очень известная газета Заголовок Миссионер 21 век Он говорит, если мы это не поняли Не выйдем к молодежи Через 50 лет Будет московский халифат Но не московский патриархат Мы едем с литературой У меня 38 книг И в каждой библиотеке Оставляем Дальше идем по квартирам Раздаем приглашительные Бывает около храма Бывает где-то Дом культуры Бывает на стадионе Собираем людей Выступаем Рассказываем о Христе Раздаем, кто пришел Уже новые заветы даем Это все у нас купленное То есть у нас огромная стоимость здесь Вот за одну поездку мы на 225 тысяч отдали В прошлом году прошлом на миллион сто тысяч Ну, Господь благословляет И тогда, где нет храмов Направляем их к местному епископу Ну, здесь К местному там Или часовни Или хоть временами Чтобы приходил Это я говорю Как мы Теперь наш путь Если Господь благословит Надо разузнать дорогу На Хурган Челябинск На Пензе И выйти на Тулу А оттуда на Москву И тогда мы обратно возвращаемся Северным путем этим А может быть еще на Тобольск Значит, я владыку Нашего етихи Попросил, чтобы побеседовать Вот вчера мы много потеряли времени в Омске Мы даже не узнали, как владыку звать Владимир А? Метрополит Владимир Нам так сказали Ну, не увидели Я выношу книги Второе издание Нового Завета Симфония на жития святых Вышел секретарь Я к владыке Владыке нет сначала доступа Потом будет Ушел И может больше часа Мы не можем Нам в степи придется нащебать Ну и забрали книги И ушли Владыки Недоступные Они Отгорожены от народа Там не такие Там Одни люстры Там Это князья народа Хотя Павел говорит Не господствуйте Над наследием Нового Я был у владыки Владимира И очень долго не мог С ним встретиться Вот И Тогда Сейчас Там люстры Владыка Феодосий После себя оставил Ноль Ни церковных помещений Ни копейки Ни в одной храме Ничего Полностью И вот Он С этого Начал Личных дел Нет Канцелярии Нет Пустыня Вот Я когда к нему пришел Все там ободрано Там Этими дрелями Стены бьют Тут штукатурку Это оббивают И вот Таких вот условиях Да И у него Это приемная Там И там Нет где сидеть Там Стоит народ Это Феодосий Оставил в пустыне А куда он это все делал Феодосий Продал Увез И почему он снял Это не мое дело А ну главное До этого был митрополит Почистый Это то что я достал Вот Но дело в том Что когда Я перешел В зарубежную церковь Многие Из Московского Патриархата Сочувствовали мне Почему Потому что знали Кто такой Феодосий Если бы Его не я была Ни я Ни отец Яким Никто из нас Не перешел бы В зарубежную церковь Вот Потом То есть И вот этот Народ Ждет И Мне даже Неудобно было Что меня без очереди Туда провели Владыки Вот И мы говорили с ним Очень так По простому И искренне И как говорится Насыщенная была беседа И нам Часа не хватило Я с чем поговорить Да Но выхожу Там все эти бедные люди стоят Но ведь Бедные люди Потом Двое ко мне подходят Значит Представители местной культуры Хотят ему подарить Собственные книги Стихок Там Да Вот Ну простите Ну Передайте ему Зачем Время отнимать Вы знаете И мне Такое было впечатление Что Ему Как будто специально Засылают Туда Пустоговорящих И совершенно Отнимают И конечно Ему Нужно было еще И завершать Дела Средиазиатской Епархии Туда постоянно Отлучаются Потом Возглавляет какой-то Большой фонд Всероссийский В Москве Вот И Хотя он уже Престарелый Но довольно таки Деятельный человек Деятельный Так что Я думаю Что по одному Эпизоду Что Он не смог Встретить Составлять Мнение о человеке Совершенно Неправильно И вы негодно Поступили Главное Сделав Неправильный Вывод Вот это я Ужасаюсь Ужасаюсь Как это Ну мы были Я пришел к тебе сейчас А ты мне Время не уделил Да ты кто такой Да и все вы такие Ну вы что Чокнуты Я говорю Секретарю Ну давайте Передайте Я говорю Я вам стихи передаю О чем Владыка сказал Я передаю труд На который я потратил 15 лет И прошу даже Не 15 минут А только благословение выйти И никого нет приема Что сказал Владыка Под ногами у нас Это не путается Ни одного человека нету Заходят женщины Полуразветы Секретари там И священники Один за другим Трое только ходят И все И ушел секретарь Около часа секретарь Я говорю Мы уходим Там поставим посыль Он говорит Секретарь В книге священнослужителя Взять Тогда был как раз Просвезден Я принес Труд на котором стоит Благословение Епископа и Вхихии И Максима И прошу то ничего Только благословение И мы вышли сразу Здесь намного глупше Да Вопросы какие будут Да Это осуждение мне Надоело Это осуждение Это осуждение Не нас спрашивают В чистой воды Да И вы учитесь в духовной жизни В духовной жизни В духовной жизни Вот как Что значит не осуждать Не осуждать Это означает Не выносить окончательное осуждение Что до суда нет покаяния Только в этом А рассуждение дается нам И мы даже видите Иначе Петр осуждал Говорит не наследовать И Павел назвал их Лютые волки Так Павел уход первый Осуждал священников Нет конечно Вот мне задают вопрос Молодыка Вы оставите память о себе По некоторым большим параметрам Я хотел сразу сказать А потом уже вопрос И говорит Вы знаете Чтобы приезжающие епископы Не делали там Смертные поборы Я говорю знаю Называй в тихий Никогда этого не было И мы где бы Вопрос не задавали Везде задают Когда посещают Какую-то общину Или что Архивей Результат один Я говорю Я знаю Такого владыки Который никогда этим не занимался А вопрос в общем Сначала личного порядка Вы сколько лет епископом были? Ну я продолжаю быть Ну да А вот так что вы С 84-го года И вот События конечно менялись Все это уходило Приходило Менялось Не жалеете что стали епископом? Ну Я Не по выбору А по необходимости Ведь Тогда Был Валентин И тогда Были Были Эти расходники Которые полностью Подмяли под себя Все Зарубежные приходы На территорию России Но Нужен был Какой-то выход Ни одного епископа Не оставалось Приехал Варнавр На дело еще больше зла Чем Валентин Ну Я хотел еще спросить вопрос Который сегодня Всюду и везде говорится Это очень большой вопрос О России Как вам видится Дальнейшее По сути Ну В том видении Которое вам открыто Ставят вопрос об октябре И самое большее два года Россия делится на счастье Уже карты Во всем мире Какая часть отходит Англия Германия и прочее Наши действия Как христиан Вот в этой ситуации Какие должны быть на первую очередь Крепить любовь Между братьями и сестрами Крепить любовь в семье На приходе Делать дела Любви Тогда молитва наша будет живая Потому что вера без дел Мертва есть Мертвой верой Ничего не добьешься А молитва Плюс вера Это живительная сила Которая содержит мир Если только Священники Не дай Бог Пойдут в общественную деятельность Занимаются Политическими событиями А кто же будет молиться Кто будет учить Молитве Потом все Священные действия Должны сопровождаться Проповедью Потому что у людей Нет элементарной Веры в Бога Очень много Своеверий В том числе И церковных Своеверий Вот А веры Простой Детской Что Кто такой Бог Творец всего Времени Пространство Материи Энергии Жизни Разума Такая простая истина А люди Вот вы ездите По деревням Да Они не знают этого Совершенно Вот И Про Матронушку Знают Вот Про Бога Отца Не знают Про Бога Сына Не знают Бога Духа Святого На Дух Не знают Ну где ж Смотрите то Как она Родится Из чего И Поэтому Я Представитель Поповки Вот Я Поп-консерватор Можно сказать И Я Вижу Что Очень много Дел Внутри Церковные ограды Внутри Какое там Нам на стадион идти Если у нас здесь Стадо зашло И вышло Осталось Тем же Бараним стадом Батюшка Отказал Что-то там В отчитке Нашли Дедушку Деревни Нашепчет на воду Ну То есть Чтобы Люди Перестало Отношение Церкви Как потребительское Что На бытовые Нужды Для Здоровья Для того Чтобы сын Перестал пить Для того Чтобы дочь Перестала Накоманить А сама-то Бога-то не веруешь Я говорю Так вы сами-то Прочитайте Евангелие Так при чем тут Евангелие У меня вот Страдает Родственник Так ты Прочтешь Евангелие Ты послушаешь Бога Ты будешь К нему Обращаться Он будет Слушать тебя Потому что Ты его А кроме него Ничего Никакой Ни психолог Ни нарколог Ни дедушка Ни бабушка Ни экзоцист Какой-то церковный Никто Этого не сделает Что Должна Делать Молитва Матери Вот Потом у меня Много есть То что я Должен еще Сказать Написать Это Это И Папу Доброе Доброе Вот Папу Агитирует За Путина И Вот Церковь и делается Вот А Так что Конечно Я Андрея Кураева считаю Одного из Лидеров Как Сказать Миссионистов Так же Как и Батюшка Димитрий Смирнов Хотя Последний Действует Очень Самоуверенно И Порой Допускает Неточности У меня на форуме Как раз Их материалы Выступают Они Точно такие же Оздовые Кураева Недавно Спросили В интернете А кто такой Латкин Ну я знаю Он не сказал Что ко мне домой приезжал И все до одной книги 38 книг у него есть Ну Он такие слова сначала Сказал Говорит Это один из самых известных Там Богословов Там Из современности Сибири И самый строгий Критик Патриархии Но не указал себе Какой патриархии Вот Вот Относительно Катехизации Сегодня много говорит И патриархии Все понимают Нет Что Без этого вообще Еще нет Что пришел Там Ладошки мокрые Стукнули По лбу Или по крапе Я допустим Сейчас Для себя Я сделал вывод Что самое Богодатное Время Момент Для Катехизации Это Похороны В любой Другой момент Люди приходят На беседы Покрестить Там Племянничка Да Вот Батюшки бьются Бьются Как говорится Доносит В одно Ухо влетело Другое Вылетело Племянника Покрестил И все Что было Что не было Даже в тюрьме Пока в тюрьме Слушают Прилежно Записывают Вопросы Задают Вот У меня там Еженедельная Один раз в неделю Служба Ну там Молебен Через раз Молебен Через раз Исповедь Ну и обязательно Конечно С проповедями Вот И занятия Школы Один раз В неделю Ну вот Там Выграют На свободу Ребята Ну Вроде бы Те же А у них Ничего Совершенно О чем мы Беседовали Евангелие Разбирали На вопросы Отвечали Абсолютно Ничего этого Нет А когда Люди Видят Скоротечность Жизни На Иллюстрации Умершего Брата Или сестра Вот Здесь у них уже Ушки на макушке Вот Здесь вот Приоткрытое Вот Тут вот надо Семечку бросить Вот Видите у нас опыт Сладыкой здесь У него опыт такой Что При похоронах Это самое благоприятное время А я За 50 лет Увиделся Что самое неблагоприятное У людей только одно Как поскорее Позарыть Это уже на разлагающийся труп А дальше свои дела И они забыли Ну У него вот такой опыт Это наш опыт Я то видишь На Большие аудитории По телевидению По Интернету Ну и вот Я так убежден Что человек На первое место Должен все таки Выдвигать Для меня как эфиграф Это слова Серафима Саровского Стижание Духа Святого Я по сей день не уверен Сказал ли он эти слова Или его им приписывают Но во всей Патристики Русской Ничего выше этих слов нету В этом все Кто Духа Христова не имеет Тот и не его Причащайся ты ходи Исполняй Кто Духа Христова не имеет То есть все это можно делать Механически без Духа Святого Бог примет только Он Я считаю написано Обетовали Души Духа Святого На тропах Прямо перед глазами У меня Это центр всего И Господь говорит Сидите не двигайтесь Ждите обетованное Обречетесь силой И будете не свидетелем До края земли Но это наш опыт У него это его аудитория Я его опровергать Никак не могу Но то что я говорю Из опыта я могу Статистику выдать Это тоже невозможно опровергнуть У меня вопрос С катехизацией Которые Ну как напомнил Слова патриарха Некоторые теперь Вывешали объявление Так Перед крещением Должна быть катехизация В скобочках Два занятия В скобочках В скобочках там По часу По двадцать минут Спрашивается Человек который Как сказал владыка Воистину Ничего ли не знает Что можно узнать За двадцать минут Так как перед крещением Человек Тискает ребенка Ему надо скорее уйти Больше ничего Как это так Да приди спокойно На обстановке Без крика ребенка Это не катехизация Вот у нас катехизация Четыреста пятьдесят часов Академических Это новый завет И еще После того Когда люди Сознательно пришедшие Примут крещение И еще Пятьдесят процентов Уйдут Уйдут в мир А что говорит Там где ничего нет Там вообще ничего нет И поэтому Насчет катехизации Вот какие ваши Рассуждения Мнения Как бы его поставить В виде предложения Другим батюшкам Когда не спрашивают Я занимаюсь Своей сферой Своем кругу Свои обычаи Обычаи И традициях Вот Потому что Застал старорежимных Священников Родители у меня Были глубоко верующие И Папа у меня Седьмого года Вот Дед у меня был В свое время Послушником Потом После войны Первой Мировой Вернулся В монастырь Разогнанный Стал жить В мире Семью Завел Потом Неизбежно В лагерь И из лагеря Опять В монахи А я скажу Знаете Как хорошо все У Бога вымерено Если бы послушник был Это уже ступенька К монашеству А если ступенька К монашеству Вас бы не было Так мы бы не сидели сегодня на одном диване Ну Пути Господь неисповедимый Ваня бы не родился Что было бы если было бы Это Это Называют так Что Мозги только сушить Такими вопросами Что было бы если было бы Да Вот И Поэтому Я считаю что Внутри церковной ограды Жизнь Должна быть Гораздо Глубже Вот То есть Ко всем Таинствам И обрядам Относиться нужно С Подобающим Вниманием И благоговением Потому что Они очень много Дают И потом Каждое Богослужение Даже Требоисправления Вот Священникам Там еще Много Много Есть Возможности Использовать В качестве Хартихизации Вот Когда человек Сам обращается К тебе То это Гораздо Лучше Нежели ты Где-то там Нашел И Начинаешь Ему столько Стараться Передать А Он тебя не искал Поэтому ты Ему неинтересен А если Когда Вы Даже В планах Миссионерских Поездок Направить в храм Но в храме Это должно быть Содержание Насыщенности Вот Над этим Я думаю Нам Церковникам И нужно И поле Здесь Как Христос Говорит Что Необъятное поле Делателей Мало Так оно Остается До сих пор Мне В университетах Я в разных Преподавал По радио Когда вел 3 программы Вопросы иногда Повторялись Ну и люди Знали конечно Жизнь Я скажу что Меня Бог хранил От позора Перед людьми Я ни женщин Не знал Ни пьяными Не курил Ни одного слова скверного Не сказал И поэтому Люди относились серьезно К сказанному И говорили А что бы Вы сделали Если Вы были патриархом Это у меня в книге Помещенная есть Я пишу ответ В первую очередь Не приведи Спаси и сохрани Господи Такую ответственность Ну а если бы такое все таки случилось Я говорю программу Первое что я сделал бы Прекратил строительство всех храмов На время И все средства Бросить на издание новых заветов На закупку эфирного времени Проповедь Слово Божие Потому что Патриарх Когда проехал по востоку Сектанты все Абсолютно заполодели Он один сектант Сотни православных стоят Они идут от дома к дому Они конкретно говорят У них что Иконы идолы И дальше он не идет Ну когда с ними говоришь Их разбивать даже не стоит Они разбиты Но для людей Они знают писать Да они любят Библию Но любит он Два-три стиха Дальше он даже не видел Что в храме Куда ходил Христос Были иконы От пола с потолка Он ни понятия не имеет Ну второе что бы я сделал Открыл бы тысячи училищ Минимум в один день Притом это все Все посильнее И далее перечисляю Кого бы я поставил туда Все особенно на это Я бы поставил бы Поставил бы Самых лучших баптистских проповедников Которые дали бы Подписку Что нигде Никак не коснуться Ни одного догмата православия Против Привить У людей Любовь к Слову Божию Это настолько Трудная задача Если авторитета нету Святой Библии Ну проще сказать так Дым Когда Кирилл и Мефодий Собирались Были уже Готовы в командировку Отправиться С славянским Первый вопрос Письменность у них есть Он говорит Нету Вилами писать по воде А там говорит Слависай писать на воде В первую очередь Дать это Дать Слову Божию Вера от слышания А какое слышание Когда на тысячу человек У нас там Карабенниковская икона Там каждые вот Окрестные ходы идут На тысячу человек населения Ходит шесть человек Мы в прошлом году Прочесали Вдоль и поперек Эти села Приехали несколько машин В каждый дом занесли Новый Завет подарили Купленный нами Четыреста пятьдесят И мы нашли Во всем этом селении Карабенника Только три Новых Завета Бабушку спрашивает Нина у нас А у вас что то есть Почитать Да у меня Божественная книга есть Бабушка покажите Она вытаскивает Такой сольник Ну разные Приметы Это божественная книга А у вас что Мы говорим Новый Завет А что это такое Ну как Христос жил А я думал Это поминальник Нам что надо Отец Роман скажет Авторитета нет Ни Библии Ни Христа И поэтому А дальше я говорю Подыскал бы место Где укрыться Чтоб Крещева не убили Имя свое менять бы не стал Так там вот как Сгамазили Да я не патриарх Я просто ответил В прошлом году я поставил Большое письмо патриарху И электронное и в писемном виде Как наши священники к благовестию относятся Я говорю Людям трудно поверить Мы в каждый дом Заносим Евангелие Священники изымают Евангелие Во дворе церковном Жгут и рвут Евангелие Это невообразимый Даже не грех Это уже запредельно Что-то дальше греха Еще нам можно будет ждать Я говорю Вы как патриарх Вы за все абсолютно будете отвечать Кого вы руку полагаете Посмотрите Я приглашаю вас в гости Мы можем показать вам конкретный Ну труд Я 17 лет работаю в тюрьме Священник один день Пошел Один день только он был Я говорю 470 человек крестил Я 17 лет хожу Ни одного не крестил Они не готовы Ну как сейчас у вас там Ходят один Я говорю Ты еще не был-то на молитве Ну не всегда А сколько три года здесь куришь Да курю А дальше У него ничего нет Ну как его крестить-то А он любого Кто хочет А им лишь бы выдраться из камеры И они все хотят Поехал священник в этот Женский лагерь В женском лагере Ну небольшой 750 748 Приняли крещение Причастились Но они ни один не меняются Ни в чем А златоуз говорит Тело мое лучше отдам сам Чем тело Христово Недостойно причащающимся Тут надо работать Намного выше брать уже От патриарха Адониза А как? Плакать и молиться Чтобы вернулись Ко всей определенной Серьезности Что за все это будем отвечать Ну вот вы Настоятель храма Что бы сделать? Ну первое что сделал Я бы храм закрыл Закрыл я его на замок амбар Но тут не такие деньги Как сейчас Эти девки плясали в Москве Ну мне с монастырей Отовсюду звонят Что там делается Это сейчас там Щаплин требует Возмездия Возмездия Двоих посадили А там разные Невзоры Там такая буря идет И это все Утишить можно Одним рощерком пера А что именно? Храм закрыть И молиться возле храма И сердце народа всего Обратиться к храму Он осквернен А через три месяца Сказать будет Освящение храма Никого не надо преследовать Народ настороже И сейчас Почему патриарх сказал Стояние Потому что патриарх Как говорится И хвост и угревал Со всех сторон На него такое ополчение Он призвал Это уже Критическая обстановка А народ Я в народе Я один из представителей народа И я вижу что Расположения к сверкве нет И вообще не хотят слушать А можно повернуть? Я как бы задаю всегда вопрос Со стороны сам себя Можно Как? Народ всегда на стороне страдающих В первую очередь Господь повернет их А где в храмах Они плясали там Мочили все Одинаково закрыть И молиться В дождь и все И народ В течении трех месяцев Обратится И возрастится В большем количестве И закрытый храм Сразу благопетствие во дворе Дальше через 2-3 недели По одному Которые покались Выходить все У меня было Я в одном храме Не в храме А при храме занятие было Проповедовал Говорил И два священника покаялись Священники покаялись И они вышли перед народом Я монах один Теперь он в Дивеево служит И сказали Мы Бога не знаем Мы Священники И дальше Начали исповедовать Он показывает Рукой Например Две стопы Волшебных молитв Принесли до храма Республиканского масштаба Фунзи Старший И только на последние недели Стал исповедовать Снова их причащать Работы моря И даже океан У меня программа Программа И они выполнимы И никто не будет выполнять То что я говорю Но я знаю конкретно Без покаяния Без труда Духа Святого Ничего не будет Я тебе вопрос Это задаю Для того чтобы И нас подвигнуть к этому Вот сегодня много говорят О царе О злодействии этих Как вы лыко мыслите Почему постигла Россия такая Трагедия Страшная Которой в мире не было никогда Сейчас пришла статья Комсомольская правда И там написано Если бы большевики Не победили в семнадцатом году Нас россиян Сегодня было бы Шестьсот миллионов Это выплатки Неделяева тоже подтверждает И сегодня Продолжает голосовать За коммунистов Да достойны мы Полного уничтожения Которые программы Масоны ставят Какие же мы У нас не на краю гибели Зато он говорит Голова свесилась На краю пропасти И мы опять туда же За людоедов Поднимают руки Мало того Я скажу и священников Может быть половина за это Но тогда порядок был Сталина канонизировать надо Ну иконы его прям В храмы ставят Ну а на это Владея сейчас Канонизировали Гитлера и иконы И все Безумие то Нет предела Ну а чем Гитлер то Хуже Сталина то А что делать Всегда спрашивают Начать с себя Обращен ты или нет Родился или свыше Как Дух Божий действует И с этого начинать Говорится отползать От края пропасти И начинать работать В семье О чем Владыка сказал И все это в любви делать Очень интересная мысль была Люди вот разговаривают Мы хорошо с ним говорим И вдруг мы не заладили Я повышаю голос Он в ответ повышает Наконец уже видно Что мы дошли до коленей И мы кричим А кричим то рядом И что кричать Это означает Что мы духовно Настолько отдалились Что друг друга не слышим А когда люди любят друг друга Они иногда даже шепотом говорят А иногда просто смотрят В глаза друг друга И целуют друг друга Вот это состояние Единения душ Оно должно быть в церкви А возможно ли это? Да возможно Сколько лет требуется? Ну по меркам в Чили Для восстановления страны 444 года Я всегда отвечаю Один год Как? А патриарх Алексей Первый сказал Отучили молиться Отучили трудиться Мы вот дорога едем Возможность позволяет Вытаскиваем палатку Становимся на молитву Помолились Совершенно другое место Между нами что-то тоже там бывает Но мы один коллектив Молитва О чем начался разговор Но молитва не просто стояние Это полное соединение с Богом И в конце Говори Господи Слушай и тратуй Как Самуил говорил Можно молиться и идти Вопреки заповеди Божьих Вот он Владыка помянул Кураева это Я иногда думаю То ли они нарочно Это так мутят То ли что Кураев Такой он умница Говорит Ты Ну что бы сделали Отец Диакон Светриться с собой Антихрист Ну я подошел бы сказал Рад познакомиться Это же А фонарей надо Это за тысячу лет вперед Люди содрогали Сослышание об Антихристе А девки эти заскочили Ну накормил бы бинами Если можно Ущипнул бы Слышали А от чего этот выход Мы скоморочище В этом мире Мы должны До земли Опустить голову свою И сказать я виновен Начинать с себя Моя семья непорядка Только из-за меня Мои отношения Плохие С Владыкой Не он виноват Я виноват Я забыл Аранжировку Это где-то что-то И как Это самый конструктивный подход В гибель царя сегодня Давайте всех каяться в гибель царя Стоит ли это делать Владыка Или что-то другое В отношении царя Ну если Свои грибов нету Тогда За царя Так то Дай Бог Самому Как долго Господь ждет моего покаяния Да в гибели Я повторю вопрос В гибели царя Не только виноват А почему это произошло И такое крушение храмов Это просто Божья воля Это Божья воля Мы в этом данном живем Мы конечно должны делать Делать выводы Для себя Но Перетирать все Вот эти События Искать там Какие-то Новые Открытия Что вот Еще один миллиардер Нашелся еврей Который в этом участвовал Этого не нужно делать Абсолютно Да и аминь И второе Не дожили ли мы Посмотреть более открытым оком На это Что мы приблизились К той же грани Я всегда говорю Что нам сделает Путин Маленький человек С искореженной совестью КГБ Он делает то что ему Занаряжено И Бог не допустил бы его это делать Человек От масонов Что он может делать Но если России назначена гибель И они разлагают сейчас войска Вводят там Разные базы НАТО Он правильно делает Меньше крови будет Я говорю Более благоприятного времени В России Как сейчас Никогда в мире не было Такую Бог дал свободу Я могу сейчас залезть на колокольню И оттуда Лишь бы Не прогнал меня И свидетельствовать Ну мешает Я пойду на бочку залезу Никому ты не нужен Я свидетельствую это У меня нет места Где бы я не пропадал Просто трудно в городе найти Пройдя обувной будки На всех заводах Воинских частях Милиции КГБ И везде не просто я пропадал А за мной приезжали И скажу что Единицы везде находятся эти люди А возможно что Повторение истории Подошло к тому же Витку И сейчас будет Разложение Как страны При царе Николае Как брило При Горбачеве Ельцине И сейчас Ваше мнение Какое владыка О будущем России Ну я говорил уже о том О системе Которая Выстроена Которая Предназначена Единственная цель Что с этой земли С этого народа Взять Материально Все что Можно Все Вот это вся Внутри Государственная политика Если можно так назвать Вот она Заключена В этой системе Которая Настроена На этот план Вот Конечно Хорошего ожидать Ничего не приходится Но Как часто бывает Так что Чем хуже Внешнее обстоятельство Те бывает Больше Внимание К внутреннему миру Человеку Вот И То что Как вы говорите Там Съёрничанием Там С сарказмом Шутками Приголодками Когда Подпирает Там уже не до этого Тогда уже Начинается Серьёзный разговор И И Самим собой И Серьёзное Обращение Богу Вот Поэтому Совершенно Не интересуюсь Кто там Власти придёт Какая партия Потому что Это Одна Система Это Одна Им дозволили Отбирать Да Действительно Нет Но Общий план Там Из Ливицкого колена Он поступает Они выполняют Они 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 Тоже Допущены Сегодня Народ Метётся Куда спрятаться В восток Практически Потерян Около 25 миллионов Китайцев Это Официальная статистика Четыре с половиной Миллиона Гектар уже продано Окончательно Миллиона Которая там Помуру Берега Это Острова Всё уже Отдано Я говорю А почему вы решили Что земля должна опустовать И наполняться мусором и пьянью Земля принадлежит Богу И не можем мы распорядиться Не оценили Это богатство Господь Он же владыка Он и отдаёт её другим А какой выход Ну я говорю Вы какой нашли Ну у нас некоторые уехали Нижний Новгород Приезжают А там базу НАТО строят Они развернулись в Ульяновск А там митингуют Против базы НАТО Перегрузочная база Ну они Побещали Это они дадут Два миллиарда за то что Перегружать А теперь посчитали Самолётов 75 В каждый самолёт Два танков Девизия танков В течение дня может быть Что сделаете Ну а вы бы что делаете Меня Меня отовсюду это спрашивают И Португалия И Италия Столько отовсюду звонков Я знаю только один путь У меня эпиграф 118 Псалом 164 стих Теперь Если некоторые не знают Я просто поясняю Я служил в морфлоте И там две буквы МФ Морфлот И вот в жизни у меня что было там Я всё оставил Теперь МФ И там написано Давид говорит Семикратно в день Прославляю тебя за суды Правды твоей От Бога это И у меня осталась Молитва и форум МФ Семь раз встать На молитву А что означает Семь раз Один раз Давид Златовус говорит При множестве государственных дел Находил время Почему ты не находишь Один раз разовое Это означает Божьей милости Три святой Дочери наш И сто поклонов А как сто Десять Христу Десять Божьей Матери Десять Ангелу Хранителю Иоанну Крестителю Николой Щедотворе Дальше пророкам Небесным силам Мученикам С добавлением своих слов Чтоб никто не принял Начертания из веры Святителям Женам и Девам Сто На всё про всё уходит Семь-восемь минут Проходит время На молитве Вот в прошлом году у меня вот это работало Там один брат нанял его Ну там мало платил Я говорю Ну а одно выполнять будете Я отдам двоих С лагеря работникам Чтобы семь раз в день Они молились Он говорит Я с ним буду Вопрос нет Они часа полтора проработали Сразу уходят А у него коровник Помолились Семь-то минут На перекур больше уходят А настрой какой Понимаете Всё как шелуха отходит И вот этот эпиграф Мне даёт возможность Смотреть на всё Как бы отстранённо Да Россия погибает Но погибло Сирийское царство Рима-Греческое Почему бы даже думать Что Да как Россия Там В 1613 году Да я тоже был здоров Уезжали Ну когда-то же я умру И государство умирает И нужно за всё Бога благодарить Суды правды его Как бы трудно не было Как тяжело Невыносимо Я патриот Это везде пишут Какой вы патриот Вот для детьми Я с нынче 40 лет В начале детского лагеря Без помощи государства Тысячи детей Ни рубля не дали Я в разных университетах Преподавал Тут в одном так и 17 лет Проректор Почитал Почему вы не получаете Как же вы бесплатно Тут же выписал там Ну стоимость большая Они меня провели сразу По ставке профессора Да ещё с какими-то накрутками Пошёл получать ИНН нету Я процесс выиграю На 100% знаю Если я из-за ИНН буду Что без ИНН Но упадет Я развернулся Ушёл по сегодняшний день На душе радостно Если мы Вот это Молитву форума Возьмём Не форум тебе А молитву 7 кратно в день Вопрос снят Вот он стоит Я смотрю изображение Варфоломейка стоит Стоит И руки сложены молитвенно Перед ним стоит Неизвестный Без имени Иных Тоже молитва И куда ты не глянь Молитва начинается Молитва кончается Наш разговор этим начался Народ Вот Отучили молиться Отучили трудиться Повторяю слова Алексея Первого В этом суть Люди вообще не знают молиться А о чём я буду молиться А о чём молиться Вот я иду по домам Бабушка лежит Дом зашли Баба а чё ты лежишь Да не могу я У меня немощи такие Ну ты сегодня вставала На двор ходила Да ходила Ночь спала Да у меня сын оставил Уехал А у другой Невестка Баба ты живая У тебя смотри Ты меня видишь Вижу Да какое же ты имеешь право лежать Да ты ночью молилась бы Молилась о патриархе Молилась о правителях Звать его Владимир Что Бог дал На мозги ты ему положил Мудрые законы издавать А сегодня землю оформить Которая у тебя под домом В Москве 264 подписи Так сколько же их там Нацеплялось Этих там Я говорю как клещей На шее у быка весной Почему же ты не молишься Ты знаешь Твой председатель совета Молись Да продлит Господь Милость и мирное время Как многие ещё найдут Молитвы нет В этом вся суть Абсолютно всё в чёрном свете Недовольство Непрерывное брюзжание То есть это не видение самого себя Молитва открывает зеркало И ты начинаешь смотреть Оно уже незамутнённое Дух Святой протирает его Люди не умеют молиться Приходящие даже в храм Я говорю Ну креститься Я подошёл Я говорю Парня подошёл и спросил Я говорю Ты крестишься почему А два В армии эти Баба сказала покрестить Сейчас там убивают в армии Вешаются Это не два не три тысячи А товарищ Ну мои друзья Я тоже заодно Я говорю А кто такой Христос? А он его спрашивает А кто он? Я думаю инопланетянин какой-то Второй Который больше знает А который меньше Тот ещё не ответил И это я Случайно натолкнулся Ни где-то в Тобольске А священник Когда узнал что я спрашивал И брата моего Он в алтаре Так он теперь наверное Архиерею пожалуется на меня Меня что снимут отсюда Он пошёл Совершенно в другом направлении У нас Боязнь архиерея Архиерея Боязнь синода патриарха Бойся только Бога И смотри выше 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 Того что перед тобой Перед глазами Зашёл храм Архимандрит Скажет судите Но это Из таких Маленьких Кусочков стекла Мозаика составляется Я приехал Навстречу туда Женщина стоит Брючишки там Закатала В воде Священник Пошёл в алтарь Видимо там взять Кисточку мозаик Я сразу от двери Выднулся и к ней Я говорю А вы в Бога верите? А зачем он мне нужен? На кака же вы креститесь? У меня БХС проверка Которая торгует Выскочила Вы что ей говорите? Это я у нее крёстное Восприемница Архимандрит вышел Я говорю Она в Бога вообще не верит Она ответила мне Я коммунист Мне это не надо Я говорю Вы крестите во-первых Не верующим А во-вторых У нее даже цели нет никакой Кроме избирных наказаний За воровство Он тормознул И не стал крестить А потом пошли к нему Так это я случайно Невыборочно Где я был? Значит Язва прошла настолько глубоко И далеко Что начинать надо Даже То есть поселестно И сверху донезу И снизу доверху Труду нету Даже никакого За горизонтом Вот посмотришь И не видно никакого конца Я говорю о категоризации Как Наикратчайший путь К людям подойти Я меняю все время Тактику находить Как? Делюсь опытом Именно как Это наш народ И он Бога не знает Один священник говорит Ты исповедуешь батюшка Бабушку Она предсмерть Она не может Блухоиспой Но ты спроси ее Кто изображен у тебя на кресте И дальше он перечисляет Какие ответы Но ни одного ответа нет такого Что это сын Божий Агнер Взявший на себя твой грех Ответа этого нет даже от священника Ну зачем? Ну как Петр Мещеринов Данила в монастыре Игумен Он говорит Главное ребенка подтащить Опрокинуть его Развинуть ему рот Зафиксировать Чтобы он не закрыл И положить ему рот при счастье А он орет И вырастает такой атеист Который будет потрясать основу Где мы живем Здесь спрашивают А выход где? Выход в молитве В слезах В покаянии Чтобы ребенок этот Сам встал на колени Как Спиридон Этот миссионер писал В Бурятии Я был непослушный ребенок Забегает А мама на коленях Плачет Господи Я одна осталась А он меня не слушается Я с ней рядом Встал на колени И тоже плачет А если бы он ее не видел Плачущий на коленях Разве он стал тем Спиридоном Который на всю Россию И на весь мир был известен И сегодня Ну весь опыт включается Именно в это Вот меня спрашивают Вот как вы проповедуете Я говорю 5 Б 5 Б Которые я монтирую В любую проповедь Независимо от того Час это будет проповедь Или 2 минуты Хочешь знать? 1 Б Бог Дать понятие о Боге О чем Владыка сказал Бог Отец Бог Сын Богу Святой Мы сразу захватываем 6 вселенских соборов 2 Б Библия Святая Библия Вера от слышания А слышание от Слова Божия И Христос сам себе наслаждает Б Третье Благословение Мы все время подходим Сектанты намного лучше нас ведут себя Но они не святках И они это знают Когда им доказывают И приходят Вот сейчас с одним руководителем всех Он 11 лет руководитель И по интернету переписывались И он принял полное крещение Ярославское И теперь готовятся к священству Как? Через Слово Божие Они больше не примут ни 11 книг Ни жития святых Ни каноны Я должен только через 66 книг Проложить ему дорожку Бог Библия Благословение Идите и прокладьте Благовестие И все это для будущего И горе Если мы верим во Христа Для настоящего Это самые несчастные люди Мы все делаем для будущего Для будущего себя, семьи и государства Да как вы делаете Следом все Ряско затягивает А сеющий Поливающий Христос сказал Ну ничто Ничто И мы берем Себе за основу 22 главы Евангелия Идите и зовите Одному Голову прошибли Другого убили Они вернулись Никто не идет Господь говорит Идите по изгородям Идите по заковулкам Званые не были достойны Меня это не касается Как они меня будут поносить Я их зову Зову к Христу И дальше к храму Мы никогда не звали Ни в какие храмы Коварами храмов Московской патриархии Я это написал патриарху Эту программу Мы дали местному епископу Сейчас вместе Чтобы ездить и говорить Но они не пошли на это Вместе Мы больше успеем охватить Каждый говорит Минут по 15 Дальше делаем Отъедем все Разбор сделаем Другого просто нету Мы даем Евангелие Говорим о Боге Приглашаем К храму Ну и путь наш Мы не можем ставить Такие трубодурные дома Где у нас сектантов Мы ехали Они там музыку С чаем поят Они ходят Живутся там какие Они сектанты Они ничего не знают Это обольщение Хитрое искусство Павел называет У нас все на строгости Говоря о Боге Я не могу упомянуть О подвиге святых Павел говорит Смиряю Порабощаю телом Евгений в еде Во сне особенно Во сне Они сокращали свой сон А какая это вера С открытым корытом Мы желаем Чтобы Господь был с нами Так надо идти Этим путем Которым святые шли Путь скорби Печали и радости Вечности Меня российский вопрос Превожит весьма Этот Насколько мы Далеки Или близки К этому И поэтому мы Нынче купили машину Специально Вот такой коллектив Много ли закупили Литературу Ну и Двинулись в путь Как принимают Вопрос Везде Принимают Очень хорошо Везде Где нет священников Но нынче Бог удивительно Благословил Мы поехали по тем местам Где священники наши знакомые Ну один у меня Отец Геннадий Фаст Менонит Немес Преподаватель университета Был Сейчас он магистр богословия Патриархии У него пробыли Он собрал весь народ Это не он Он только из Португалии прилетел Другой Василий Толстенко Семь лет военный следователь КГБ Когда меня судили Меня довели Какого человека у нас погубили Он батюшка Он собрал народ У него комната Ну вот такая может Даже поменьше вместе будет Сколько человек Двадцать шесть Наверное было Двадцать шесть Там какие вопросы Он уже расположил В третьем месте приезжаю Бывший наш тоже батюшка Ну Может бы даже и слышали Петр Гутович Хороший батюшка Белова В Алтае И нынче мы Фактически Не натолкнулись Ну на священник Диакон правда Там начал нам мешать Вы что Полно погружение Даже в Новом Завете Написано Что песком крестить надо Где ж ты в Новом Завете Песком Работы Работы Море Петр Гутович Сейчас эксцентом Говорит И вдруг Звонок Сатикана Оставляешь все Он храм построил Едешь в Канаду Все Он уже тут покупает Учебники Тут же учат У них образование Нам четыре университета Надо окончать И он не спрашивает И едет Тут прислали другого С этим я не познакомился Представьте Иудея Как там Мошемах Это Моисей Ной Кременщицкий Борода не тронутая Рыжая Сам сухощавый Такой сухопарый Легко идет На общение Можно разговаривать И все уже Церковное И все Он уже приврал к рукам А побыл всего один год У нас как будто ничего Мы не видим что разлагается Ну почему опыта не берем Даже О тех которые Ну не Не полные наши друзья Я с ним два раза столкнулся с евреем И спрашивает Какое ваше мнение Положительное Во всех отношениях Он даже Рождество было И собрали Весь всех религиозных деятелей И он вышел и сказал Поздравляю всех с Рождеством Как его понимать Это умение лавировать Он не сказал с каким Рождеством Он Слава Христова то не сказал Где как Ну у нас то ну Должен быть какой то подход Выступает Глава администрации Уже расстроились с епископом Бьются за училище Которое принадлежало Там не проворот А в этом здании Находится городская администрация И против городской администрации Ну понимаешь Это нереально Ему сказали Подавишься Это не то не Ну взяли уже вам Отдали Сколько Двенадцать восемь там Бывшие строения Ну остановитесь на этом Вам тут делать нечего У вас своя семинария построена А эти сами строят И усадь Вот все время Ходят и выпрашивают При всем народе Зачем вы это делаете Мы не можем Мы задыхаемся без средств То есть они разворованные средства Нам Не хватает вот этого Пригляда Как люди поступают Мы почему то Как будто бы задачу поставили Всех сделать себе врагами И где не Не появишься Да до вас уже был тут Монах Собирает деньги По борьбе со спидом Может сам и заразил их спидом Народ делает такие выводы Он даже не знает это монах И непрерывно Монашки каждый день По всем магазинам Ходят выпрашивать То на колокола То на ризу батюшки Ну нужно ли это Если ризу не могут Батюшки справить Зачем тогда вообще Это община Почему баптисты не ходят Почему яговисты не ходят А средства то то самое Где хочешь иметь врагов Говорят Проси у них взаимоденег У тебя друзей никогда не будут Значит я как бы Болевую твешку тронул Здесь И борьба за средства Меня спрашивают Книги на какие и где Вот что удивительно Бог располагает сердца Я открываю 14 том Президент Компании Такой-то жертвой деньги Другой Еврей Главный банкир Он мне Деньги спонсирует на издание книги Приезжает ко мне домой Я даже не знал что он еврей Там человек Ну допустим Директор университета А то Бог Располагает Располагает Когда пути угодно Человеку угодны Богу Бог и врагов Примиряется Не надо нам льстить перед ними Вот ко мне приехал Директор рекорда Божищного завода Мы по ограде гуляем Его Роберт Роберт Звать Хороший человек У него Я насчитал где-то 70 с лишним Похвальных грамотств Я говорю Ты же весь город отравил Да я же казну наполняю всю Главное Поступление с него Я говорю Ты ад наполняешь Ты бы водой лучше торговал Я вот сегодня приезжаю А его сняли Поставили Начальника водоканала Он говорит Вот ты мне напророчествовал Водоканала А человек хороший Он Ну просто видно По человеку А мне это вторая бабушка Еще говорит Вы говорите Одна бабушка Ты торгуй водой Вот этот подход К человеку Где сказать Это искусство Его надо убого выпрашивать Почему Сергей Радожский Находил Путь каждому От князя до самого Низа И не в стиле Вот по флуке Мы считаем воровской К нему Князь Петр говорит Шел на исповедь Колени подгибались от страха Житие пишет Чтобы колени подгибались от страха Это явно Что он ему ничего не спускал А не так что Епископу знакомы Отпускаются тебе грехи Ну вот На храме Христа Спасителя Их там много имен Везде нужно быть нельцеприятным И строгим И в то же время внимательным Нам это очень трудно дается Мы хотели приехать сюда Еще и владыку нашего Поблагодарить Я говорил уже как-то об этом Мы так рады Что столько лет он нас терпел Это не секрет Он сам так даже выразился Вот И мы не расстались В наших молитвах И за богослужением он так и остается Для нас ничего больше не существует И мы как община Как деревня Как детский лагерь Как благовестники Я на сто процентов Дую гарантию Не состоялись бы не быть У нас этого нашего владыки И мы его считаем Для нас как дар божий И Ну это не год не два Речь идет чуть ли не о семнадцати годах Может быть я сейчас ошибаюсь Мы не сахар И он сам говорил Я когда к вам приезжаю Ну бабушка прошли Как там заупокоить А тут другие вопросы И он это Очень тонко чувствовал И мы остались Зачем мы с такой дарь то ехали сюда то И увидеть и поблагодарить Тем более у него и здоровье то Не лучше видеть И это может навсегда Но в нашей памяти Сапоги давай подарю Они у меня как раз Приток там в моей ноге Вот в чем дело А двумя мозоли Сейчас не производят Таких Да именно так Вот так я тебе дам А нет смотрите Я вел занятия В высшем авиационном училище Ну и вот когда собрались А у них преподаватели Почти все полковники Полная комната полковников Такой возвышенный дух После занятий моих выступления 470 курсантов Скажи ты Как себя чувствует Мне кажется я ни в какой академии Ни дня не учился Они не знают в чем угостить Давай пиво давайте я не пью Там какая-то рыба ввяленая Один говорит А сапоги возьмешь Я говорю какие Он за диваном полез Достает там сапоги Вот нам дали Не эти я ловую Какой размер 45 лет Как раз мой Я возьму Бог находит Таких людей О которых ты не подозреваешь Однажды за мной заехали Совещание прокуратуры И помощников прокурора Ну на машине Заехал полковник Сотников Я выступил Пойду скажу за сапогами Владыка не возьму У меня дома запасные лежат Послушайте И вот на вокзале Встречаются пьяники немножко И говорит А вы меня не знаете Нет Я прокурор там зонального И тогда вы перед нами Выступали Знаете все здесь Я говорю а что что выпиши Ну я в городе Я как вроде Расслабиться Вот мы сеем Когда мы плоды Можем не увидеть Даже при жизни Владыка А Истинно И искренне Мы вас благодарим Что вы были нашим Епископом Спасибо 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 Христос В землю Кланяемся вам И от всего сердца Благодарим И просим ваших святых Молитв и благословения На дальнейший наш путь Господь Да благословит ваши стопы И Ваши уста Оградит От всего вредного Отдаст только Нужное И Ценное Аминь Аминь Да помилует Господь Ну что Подойдем еще раз Вот таки благословимся И мы уезжаем Я еще не все показал Так Владыка Пошел благословить И помни Я прошу тебя В мою келью заглянуть Хорошо Только они один зададут С братом Ну ладно Я плохо слышу Мне все время Можем перевозчик Так Пусть будет уже два брата Раз Снили подробные слова Не пили Ну Кипорошка там внутри О, Ваня Лежу Подожди Когда Порошенко На кулке служат Это Потом скажет На обеде идти Постил Чтобы они Вот эту дверь снялись Здесь в Петель. Это кто-то бросил уже. Сережа, отбери. Пухни отбери и забрось. Собаку учат, чтобы она никогда не воровала. Дрова здесь готовят или покупают? Нет, готовим сами. А что это вы строите? Это не моё. А чё? Попросили, чтобы постоянно здесь. А, то есть это просто место? Да, да. К городским-то властям зачем-то обращаются? Побольше. А. Показываю, что у него есть мусульмония. И тогда, друзья, самое ценное. Это можно посмотреть, брать. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда ты? Я приехала. Аня, откуда. Первое слово тебе подари ко мне. Думаю, как зашли, чтобы было. Это межстая. Главредная. Очень нехорошая. Что-то отверстие. Позвольте на мгновение. Самая ценная женщина будет. Это будет закрыта под мормом. Слышала? У нас с тобой хорошее отношение всегда будет. Я тебе самую лучшую, 1,9 год характеристику говорил. Понял? Ага. Твоё чадо? Да. Ты что-то лишнее добровато. А это второе чадо будет. Второе? Ну а сама-то? Ещё? Ты лишнее старайся не наживать. Добрый день. Здравствуйте. Кто? Мама. Мама. Ну вот так. Идём, Валя. Ладно. Пошла я в больницу. Так. Валя, к которому пошёл. Ну а куда надо зайти? Идём. Это Валя стоянная. Валя. Она была в Нервае. Один год был, а я в городе, в городе, в городе, в городе, в городе. Замечательно. Вот эта девушка была. А че-то я приезжал, кажется, за Пётр звать. Ага. Он живой, нет? Живой. А это что за сооружение? Или институт? Приходит. Приходит. Мать говорит, когда экзамены течисляют. У меня переписывает у меня в Антоннике, когда в Антоннике там... А вот... Никак, регулярно за них не ложим его. Это надо. Наскать немного. Это... Я беру несколько колец. Благодарны слушателям. Два... За... За эту... За эту зиму только три раза. У-у-у, нет. У меня четыре часа каждую неделю. У них было. И некоторые люди оттуда покаялись, обратились, верующие себя. Ну, то есть, совершенно бесплодно нигде не было. Ну, учителя у нас в приходе много. Учителя... Люди культуры. Ну, такая у нас у музея стоит что-то. Да я круг-круга... Что-то убрали, говорю. Это ребята, которые... Банкут. Ну, заговорились уже, что... Перемерят. О, планировку. А. Ну, тогда знал многие оставили. Вон, как часть есть. Пожалуйста. Вдольные встань. Вот это вот... Димитрия Семёглухова, в космосе, ну, нехорошая здесь там. Но, когда благословляют танки в Чечне, которые лютуют там, как буданов, это никуда не годится. Это... То есть, на столетие вперёд нам... Пусть заказан туда. То есть, сейчас указание всем боевикам, будут в первую очередь отстреливать попов. Как самое завредное. И плата такая же, как и за полковника. За убийство. Едут танки всё, крапят, освещают, а они там что-то делают за вообразительностью. А потом показывают ролики, пойманных в плен, и живым голову резают. Это не фильм какой-то, просто снятые. А вот теперь расплата. А можно балмот? Конечно, можно. И я пересекся с мусульманкой, а она преподаватель теологического факультета. Самира. Так она ко мне иначе не обращается, как учитель, отец. И она считает салтырь, со своей нескольцами, и уходит в женский монастырь. У школы сейчас. Факу. Православность. Она ко мне очень радово не встречает, но я бы с ней видел, что меня зовут Валентина. Я говорю, ты приедешь, крестишься, будешь Валентином. Меня зовут Самира. Это наша собеседница. Попробуй, найдем. Там еще и пес. Он тягнет. На месте. На месте. На месте. Выходи. Да, вот. Смотрите. Смотри. Тягнет. Нет, он меня слушает. Беспрекословно. Мы посмотрим, как он Заходите, мы заварим Нет, мы посмотрим, давайте, если нет, тогда я его А посмотри, какие апартаменты Смотри, пишет Ну что ж, это у вас прибанник Это котельная, дома втопляется Вот апартаменты Добство, метрополище А где у вас свет включается? Просмотреть все надо Вот окно в мир Понятно Вы к нам на сайт заходите, нет? Иногда Но у нас есть Есть у меня А вот когда на сайт зайдете Вверху прямо написано коричневым по-зеленому Православный форум Игнатия Лапкина В него только щелкнули, вы сразу на форуме А на форуме 1300 тем А там вверху строчки общий поиск По общему поиску, допустим, вы решили Кураев И она выдаст все файлы, которые у меня Но одна тема, это бывает 10 страниц Допустим, современное православие Или иудаизм Мусульмансы И все это с фотографиями, с роликами С выступлениями патриарха У меня очень богатый форум Я уехал сейчас субер-модератор Его жена там за этим делом следит Это, наверное, фотография ваш отец Это мой папа Это моя сестра, которая здесь жила Это я для нее построил своими руками Вот это вот? Да А зимой-то вам хватает тепла здесь? Хватает У меня здесь Под лежанкой Я пищи делал, лежанка обогреваемая всегда была Любили бабушки Да И как часто вы выходите в эфир? Ну Николай, зайди сюда Ежедневно вообще-то А вы в Мейл.ру страничку имеете? Мою Мой мир Запомните, мой Счеркните где-то На память Вам это сделано в течение там 5 минут буквально И вы ко мне в друзья попроситесь Я рассылки делаю Каждый день делаю рассылки Мой мир называется Или Мейл.ру Тире Мейл.ру Специалисты там Сразу сделают У меня допустим 3300 друзей И я рассылаю Допустим Вот такой-то материал сегодня И к нему прикрепляю ролик И вы сразу его вскрываете Смотрите Ну ВКонтакте Тоже самое Нет, ВКонтакте Это мертвая зона Там ничего нету Почему? Это одновременно Одним щелчком На всех друзей Какие у тебя есть И при том Я каждому прикрепляю 10 фотографий Материал 4000 знаков Мейл.ру Все вместе Которые сегодня Система общения Даже близко не стоят Насколько оно удобное Ооо Вы где это взяли? А вот Приобрел У вас не продается здесь? Нет, это из Москвы Привез Дело в чем Вот посмотрите Игнатий Душаин Запомните фамилию На, сфотографируй Ну Вам понятно Кто это Теперь смотрите Я открываю Первую страничку Открываю Так Игумен такой-то Извана по благословению Кого? Алексея Второго Ну можем сомневаться Не сомневаться Но Ее продают В клочках И одна подошла И говорит Вы что это батюшка Вот вы против Там Так вот же Батюшка кресит Как? Ликвидировать Все до одной Из одной фотографии Сразу Мгновенно Все изъяли И все Ну Какое общение Может Какое единение С кем Единение Это Я Вот это Вот как раз У нее Брошюрка Продавалась А у меня Что-то Это Нарушилась Связь Владыка Я Нет Я плохо Разбираюсь Но Я потом Это Инструмент Я может Совсем Не разбираюсь Да у меня Все есть Хорошие Программисты Майл.ру Владыка Это все Это целый мир Вот у меня В Майл.ру Если зайдете Ну там 2800 фотографий Про нас 500 роликов Это все здесь Там фильмы Там чего Только нет Какая новинка Сейчас Мы только раз туда Все Все 3300 Одним щелочком Получили Мне даже Удивительно Кто Какие-то Контакты Пытается сравнивать Мои Мое детство Так Ну-ка давайте Вот моя крестная Вот и Ваша крестная Да Так А где вы? А нет Меня нет Я маленький Был Но этот священник При мне Сюда назначили Вместо отца Александра Ильина Вот А это А у вас где-то Молодые годы Есть фотографии? А у меня У племянницы Она живет В родительском доме И здесь у вас Нет Она вынесла Там Все мои вещи Я еще их не разбирал За два года У меня не нашлось Времени А вы это Сами купили Или подарили Нет Не подарили Сейчас Больше экран существует И более быстрая Работа Очень плохо Изображается Ну Часто Сбори Может вам денег дать Купите Да ничего А Бог даст Все на пользу Я вам дам на конфет Все на дорогу Все на пользу У нас на бензин На дорогу Идет каждый раз 30 тысяч Вот выезжаем Ну вот так Народ должен собрать Младых Это связь с миром Просто необходимо Это одновременно Когда играют В компьютерные игры Вот следующий Вот Я сейчас Молодым людям Говорю Компьютеры Играешь Играю батюшка Это хуже одержимость Собесовской Я говорю Ты вот что сделай Вот перепиши Все православные Сайты И каждый раз Как включаешь Проверяй Что там нового Что тут нового И ты втянешься в это Тебе не останется Время совершенно Совершенно На игры И вот такой Будешь получать пользу У меня дети Которые компьютер Они в храме Заходят Падают в обморок Первый раз Только походил Открытый храм Сквозняк Одного вынесли Заходят Сапира упала А она еще Тут не отошла Ее вынесли На скамейку На улицу Заходят Третий упал А пока этого Выносят Все сидят Нормально Глазами хлопают Да главное Падает Как полотно Белое Вот такое лицо Стало разбираться Все компьютерные Игры Занимаются Да Ага Ага Вот Ее за это набили Собаку Да Вот это у нее какой Святой Светил Володыки Это Балак Это мандарина Ест А Это для заварки Хорошая штука Без хозяев Ничего Придут хозяев Повеслеет Ну ладно Надежда Надежда Сильно переживает Что собаку Наказали Она говорит Меня надо было Наказывать Так Батюшка будет Звонить или что Ну тут уже Скажите Мы сейчас уходим Уже совсем Уезжаем Будем спрашивать Как выход на фурган У вас там нет Знакомых? А это рядом с курганом Это 90 километров от кургана Шагин Но там отец Владимир Отец Владимир Который был у нас Он очень грамотный Батюшка И я думаю Что он вам А сколько А вы адресы Все знаете Телефоны Может быть Даже путь А сколько жителей В этом городе Он побольше А в этом городе А у нас 60 60 Понятно Это Трипавловска На нашем пути Там село Тоже сделали его городом Так Вы остаетесь Муж И ведете Иду Как смотрит Сердито Смотри Как звать По собаку Дик 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 Это означает Дикий Да Он дикий И есть Смотри Чужую руку Несу Ну Володых Замечательно Что вы нас провели Мы хоть увидели Апартаменты ваши Я провел для сестры Для сестры Для старшей А она умерла здесь Ей сколько лет было 62 А отец сколько жил 68 А вам сколько 57 57 Ну если в среднем брать У вас еще есть что-то в запасе У меня отец 76 Умер Мне 73 Нам уже до родителей Это не дожили Все Выгоняй машину Скажи ему Давай Какое благодатное время Бог там При всем этом разори Да Бог свободу какую Мы можем молиться Можем сведневствовать Можем собираться Где хотим Но это перекрывает Все недостатки Даже весь грабеж Все остановится Мы уподобляемся Первозданному адаму В этой свободе Как же мы могли Это не усилить Я понимаю 20 лет Это срок Как же За 23 Можи воспользоваться Поброшенные на руку Храмы Найдут применение Другое Девушка пришла Доказанка Буквашенка 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 Которая Подчиняется Отвангелу А Как он пошел сюда Суть Другое Прислушал В лотарее Или он может быть Уже Затоялся И вдруг Его там Что-то Как-то Объедели Он перешел В какую-то Петербережную В секту Ну и А у меня в друзьях Там священников Сколько много Там архиереев И они говорят Вот вы Видите Такой опыт Там Вы работаете Сектантами Ну попробуйте С этим Поговорить Ему подойти нельзя Это волк Это змей Это дракон Это он там Кидается Ну вы познакомились Конечно Не сахар Но Дальше Началось Совершенно Необычное Он просит Бонославления Он берет Эти материалы Он интересует То есть я не знаю С чем дальше Что-то закончится Вот Недавно Мы встретились У него уже было Много евангелий Это не один Эземпиад Я по интернету Объявил И нашелся Один из Сектантов Руководитель Я могу дать Четыре тысячи Так Не забыть Как Осипов Относитесь Так Понимаете Это Очень умный человек Но Столько у него Намешанного Бывает Просто Вот я когда посылал Кистрому православию Он все материалы Одобрил У него хорошая пропасть Но все больше и больше У него встречается Такое Которое Совершенно Не подтверждается Писанием Это Вот Его книги Ненужны? Нет Ненужны Никак Мог бы дать Нет Ему отослали Недавно Иван Суворов Отвозил Кистрому православию И как К этому человеку Подойти Мы туда приехали В Аркутск И вот он поднимался И пока Опускался Вместе Ну сколько Ну Две минуты Говорили С ним Произошел Такой перемен Это Первый раз Он Задол Наскаж Вот так Берите Сколько Вам Дайте Евангелие С этим Поставим Перемь Теперь Могу Завер Подаречь Сотъем Подправим Хорошо А это Евангелие Вы сейчас Делаете И вот что Меня Больше Скоро Спрашивают Крупный Шрипт Хорошо У людей Что-то Заметь Этот человек Сектант У него Девять Ребятишек Мы Пришли И он Сам Просил Благословения Я говорю Я не Священный Вечером Молились Утром И наши Видели Что он Перекрестился Это Бог Открывает Человек Вот Абсолютно Невозможно Такая Не Открывает Оттягивая Отдавая 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 Теперь стали выпускать Отдавая 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 Коробка Да Коробка Там Две Коробки Одну Можно отдать Отдавая Через год Бухом Как Трамофилия Страдающих А это Уже Так Попустил Бог Как Плащ Еремею Говорит Ты Краса Наша Надежда Наша Помазан Нашу Ловную Яму Народ Израильский Так Понимаем Страдал И выход Был Только В одно Возвращение К Истинзию А пошли Еще Дальше Вот Они Репрессии Кто-то Устрел Вот Она Война Бог Показал Всем Путь Покаяния А Сегодня Нельзя Смотреть Чтобы Слезы Глаза Не застилали Патриарх Говорит Духовная Развалина Так Это Патриарх То Что Тебе Показали А Где Мы Едем И Где Бываем На Четвереньках Все Стоит Россию Делят На Назад Закончена Постройка Системы То есть Подконтрольно И Взаимоподчинено Все До Самой Глухой Деревни Никто Из системы Ни шага В сторону Это Начали Строить Коммунисты И Это Они Сперва Партейную Систему Отстроили Однопартейную А сейчас Просто Система Партейной Сейчас Можно Называться Не Называться А будешь Подчиняться Одной Системе Вот Не будешь Ты самостоятельной Работой Заниматься Не дадим Тебе И Ты Ничего Не Сделаешь Вот Сколько Нужно С тебя Взять Возьму Ты Ничего Не Сделаешь Суды Что Что Угодно В Америку Сейчас Как Митинги Что Что Угодно Пожалуйста А Система Уже Не В Америке Сейчас Официально Каждый Заявляет Я Сажу Сколько Кустов Морковки Допустим Или Помидоров И не имеешь Права От того Что Ты Получил 17 Кустов Давать Что-то Соседу Вот Не Не Продать Даже Ты Взял Для Себя И Это Нельзя Никому Дать Не Больше Посадить Не Больше Тебе Разрешено 15 Коров На Этому Все Кончено Искусственные Гриппы Будут Придумать В Один День Подадят На Колени Всю Старну Своего Ничего Нет Даже Утюги Наши Ставят И те За Рубежные Это Идет К одному Мы знаем Что Должен Быть Антихрист И Как Господь Принимать Что Вы Для Этого Делаете Учиться Молиться И Учиться Правильно Умирать Другого У нас Выхода Нет По Сопротивлению Готовят Оружие Для Партизанской Войны Нужно Окрепить Любовь Семье Во Общину Вот Единственное Что Вот В этом И заключается Подготовка Встречи с Господом Я Говорю Вот Был Праздник Всех Русских Святых Ее Сосновитель Владыка Афанасий Ковровский Он Десять Месяцев Жил Вишеме Вот Крестил Служил Тайком Вот Напротив Храма Там Только Забор Это Так Понятно Да И Он Составил Те Служ Сейчас Слушают Умиляются Русь Святая Храни Веру Православную Нежить Тебе Упреждение Русь Святая Красуйся И ликуй Где Он Это Писал На Нарак 33 Года По Тюрмам И Ссылка Значит Нужно Бало Дойти Как Солженицын Говоришь А в конце Сказать Благословляю Тебя Тюрьма Именно Сделал Вот Так Он Никогда Тюрсов На Своде Может Не Выколол Ну Не Знаю Не Знаю Как Могу Сказать Он Ученый Монах Был Ему Собор Поручил Всероссийский Собор Поручил Составлять Вот А Составлял Таких Условиях Там Описание Батюшка Арестовали В тюрьму В камерах Солы Батюшка Поют Читают Служу Это Знаю Вот Именно Все Так Как Говорите Пойдемте А Вы Завтракайте Я По своим Делам Почему Вы Здесь Не Пойдемте Завтракать Уходим Завтрак